Главные новости в этом часе. День траура в Омской области. Две страшные аварии унесли жизни 24 человек. Ещё 11 остаются в больницах. Это не съёмки остросюжетного фильма «Катастрофа». Это не погода в российских регионах. Развул стихии, где улеглось и как-то ждать новый удар. Гонщики или обманутые собственники. В Екатеринбурге началось судебное разбирательство по делу об угоне самолёта. Виновен и будет казнён. Приговор террористу Джохару Царнаеву. Подробностями наш суббор сушитого. В Омской области траур по жертвам смертельных ДТП. Накануне лоб в лоб столкнулись две лиховые машины. А спустя несколько часов автобус с людьми врезался в КАМАЗ, гружённый кирпичом. Аварию унесли жизни 24 человек. Ещё 11 в больницах. Полиция и прокуратура начали внеплановые проверки омских пассажирских предприятий. Девять автобусов уже сняли с рейса. Репортаж Арсения Муратова. Девятерых пострадавших во вчерашнем ДТП доставили сюда, в Омскую БСМП номер один. У шести пациентов сейчас состояние стабильное. Остальные трое находятся в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших одна женщина, остальные мужчины. Всех пациентов распределили по нескольким отделениям. Это реанимация, нейрохирургия, травматология, а также гнойно-септическое отделение. Сейчас медики делают всё возможное, чтобы сохранить жизни всем пострадавшим, пока пациентам помощь в столичных клиник не требуется. Сегодня же здесь в больнице побывали представители Министерства здравоохранения региона. Они провели обход пациентов, проследили за их состоянием. Постояние из девяти человек у пяти стабильное. Вся помощь оказывается в должном объёме. Четыре пациента остаётся тяжёлыми, притом один неизвестный, не опознанный на сегодняшний день. Те пациенты, которые сегодня в реанимации находятся, там как раз и ушибы головного мозга, и множественные переломы, и большие скальпированные раны. Сегодня в системе здравоохранения БСМП все ресурсы для оказания помощи пациентам есть. К сожалению, не всё возможно в связи с тяжестью заболеваний, не всегда эта ситуация управляемая здравоохранением, но резерва всех достаточно. Ситуация находится на контроле правительства Омской области. Как сообщили, из Центра медицины катастроф будут выделены психологи, которые будут работать с пострадавшими. Врачи уже сделали первые прогнозы, по шестерым они более-менее благоприятные. По остальным трём, которые сейчас находятся в тяжёлом состоянии, пока какие-то прогнозы делать не рано. Арсений Муратов и Геннадий Кремич, Вести, Омск. Разгул стихии сразу в нескольких российских регионах. МЧС ликвидирует последствия. Ураганный ветер сметал всё на своём пути. Ломались даже вековые деревья. Ливень превратил улицы в реки, а вот от града размером с кулак разбиты автомобили. Подробности в репортаже Олега Пакшина. Российские регионы приходят в себя после сильнейших ливней и ураганов, прошедших почти по всей стране. От центра до Урала и Сибири. Из-за стихии в Липецке вышло из строя две электроподстанции. Без электричества остались 25 тысяч человек. Сейчас все коммунальные службы и сотрудники МЧС пытаются справиться с последствиями. Воды было так много, что её напора не выдерживали крыши. Город Липецк. Витер маркет. Десятки машин во время ливня ушли под воду. На помощь водителям пришли прохожие. Они спасали тех, кто оказался в ловушке. Люди вынуждены были добираться до безопасных укрытий вплавь. В Пермь дождь пришел вместе с сильным ветром. Накануне вечером ураган здесь бушевал всего 5 минут, но его последствия коммунальщики ликвидируют до сих пор. Ветер срывал рекламные щиты, кровлю с домов и обшивку с балконов. Пережитое пермики сравнивают с Рамагеддоном. А в фильме катастрофа. Всё лежало, практически от ветра легло. Поэтому было очень страшно. Выходить никто не выходил. Вышли потом. Когда свет закончил, перестал гореть. Телевизор перестал работать. Из-за повальных деревьев выезды из дворов оказались заблокированы. А общественный транспорт встал. Повсеместно в городе разрывы на линиях электропередач. Здесь вот стали заворачивать. И такой ветер поднялся. Такой ветер поднялся. Мы это вот всё ощутили. А Екатеринбург спасался от града. Размером с кулак. Автовладельцы подсчитывают убытки. Стихи обушуют в городе уже второй день подряд. И на одной из центральных улиц, прямо на проезжей части, произошел обвал грунта. И образовалась гигантская воронка. В Туве заложниками стихии стали 5 человек. На федеральной трассе сошла сель. Несколько автомобилей оказались в ловушке. Сейчас к ним на помощь спешат сотрудники МЧС. Грузы сегодня днём ожидаются и в Москве. Олег Пахшин, Вести. Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил все запланированные на лето выступления из-за серьёзной болезни. Такое сообщение появилось на его сайте. С огромным сожалению должны сообщить, что Дмитрий вынужден отменить все выступления до конца августа. В последнее время он имел жалобы на плохое самочувствие. И после медицинского обследования была диагностирована опухоль головного мозга. Его голосовые данные в норме. Дмитрий начнёт курс лечения на этой неделе и настроен оптимистично. В ближайшие минуты суд в Екатеринбурге должен определить меру пресечения для предполагаемых угонщиков самолёта Як-52 в Тюмени. Физик-ядерщик Илья Кудряшов и пилот-инструктор Ромас Шермардини подозреваются в том, что они самовольно захватили учебно-тренировочный Як-52 в Тюменской области. Сами задержанные вину не признают и говорят, что воздушное судно они купили. Но в итоге самолёт оказался неисправным. Лётчики совершили вынужденную посадку и позже были задержаны в Подмосковье. И вот сейчас суд решает взять пилотов под стражу, посадить под домашний арест или, к примеру, отпустить под залог. Около ста автомобилей с российской гуманитарной помощью в эти минуты приближаются к Донецку и Луганску. Машины везут более тысячи тонн грузов. В основном это продукты питания и медикаменты, в том числе дефицитные на Донбассе инсулин. Это уже 31-й по счёту гуманитарный конвой, который Россия отправила, оказавшийся в блокаде регион. Контртеррористическая операция в Назране сегодня завершилась ликвидацией двух боевиков. Мужчины и женщины заблокировались в одном из частных домов. Сдаться отказались и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В итоге оба убиты. Сейчас дом обследуют сапёры. По оперативной информации в нём может находиться самодельная бомба. В США суд официально огласил смертный приговор Джохару Царнаеву. Он признан виновным в осуществлении теракта на бостонском марафоне в апреле 2013. Царнаев впервые воспользовался правом выступить. И все подробности у нашего СОПКОРа в США Александра Христенко. На последнее заседание суда в Бостон Джохара Царнаева привезли под усиленной охраной. Судья должен был зачитать смертный приговор. Участников процесса перед зданием встречали противники высшей меры наказания. Они пели и говорили о милосердии. Ужасная ошибка убивать людей, которые совершили убийство, и тем самым показывать, что убийство – это плохо. Мы оказываемся в одной компании с такими непросвещенными обществами, как Иран и Саудовская Аравия. Но процесс пошёл по плану. Высказались все, кто хотел. Пострадавшие и родственники погибших. Большинство одобрили смертный приговор. Царнаев, одетый в серую рубашку и чёрный пиджак, иногда смотрел выступающим в глаза, иногда опускал голову. До последнего никто не знал, воспользуется ли он правом ответить. Царнаев заговорил. Сейчас я хотел бы извиниться перед жертвами и пострадавшими. Сразу после совершения теракта, в котором я, несомненно, виновен, я узнал имена нескольких погибших, их лица. И я прошу прощения за причинённый мною ужасный ущерб. За то, что я отнял жизни, за страдания, которые я причинил. 15 апреля 2013 года на финишной прямой бостонского марафона прогремели два взрыва. Самодельные бомбы, начинённые металлическими шариками. Трое погибших, в том числе 8-летний ребёнок, 264 человека были ранены. На процессе Царнаев вёл себя спокойно, выглядел расслабленно, улыбался и шутил с адвокатами, даже в последний день суда. Я сожалею о том, что когда-то хотела услышать от него извинения. Потому что в том, как он сегодня говорил, не было ни каплики сожаления и сочувствия к тем страданиям, которые он принёс в нашей жизни. Из Массачусетса Джохара Царнаева переведут в тюрьму штата Индиана, где он будет ожидать исполнения приговора. Смертельные инъекции. Всё решено, но ничего не кончено. Обычно защита в таких случаях подаёт различные апелляции, заново рассматриваются процессуальные решения судьи и публикуются прежде засекреченные доказательства. На всё это могут уйти годы и десятилетия, прежде чем приговор будет проведён в исполнение. Это мучительное ожидание, тоже часть наказания. Александр Христенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова, Американское бюро вестей. Мощный взрыв прогремел сегодня утром в сирийском городе Кабани на границе с Турцией. Террорист-смертник подорвал начинённый взрывчаткой автомобиль у пограничного пропускного пункта. Погибли как минимум 8 человек, около 40 ранены. Одновременно город атаковали боевики группировки «Исламское государство». Штурм Кабани ведётся сразу в трёх направлений. Усиление позиций исламистов на Ближнем Востоке обсудил Владимир Путин с бывшим президентом Афганистана Хамидом Корзаем. Он прилетел в Москву по приглашению Российского совета по международным делам. В бытность главы Афганистана Корзай неоднократно контактировал с Путиным. Цель нынешней встречи президент определил так. «Сейчас мы видим процессы, которые нас очень настораживают. Талибаны активно действуют, контролируют значительную часть территории, многие пограничные пункты. Но что ещё более тревожно, это то, что так называемая организация «Исламское государство» всё активнее и активнее работает в Афганистане, чувствуется в этом более уверенно. По-моему, в 25 провинциях из 34 уже мы видим присутствие «Исламского государства». Глава Пентагона назвал политику России в отношении Украины неожиданной. Такое признание Эштон Картер сделал в Эстонии. Он выступил перед американскими военнослужащими, принимающими участие в учениях НАТО. Их в Вашингтоне назвали ответом на российскую агрессию на Украине. Мы не хотели этих новых вызовов, потому что в последние 15 лет мы были заняты. У нас был Ирак, Афганистан, у нас было много чего в мире. Но затем, внезапно, мы получили такое поведение со стороны России. Переговоры премьер-министра Греции и тройки международных кредиторов, продолжавшиеся до глубокой ночи в Брюсселе, завершились безрезультатно. Камень преткновения. За чей счет решать проблему госдолга? Афины хотят повысить налоги для состоятельных граждан. МВФ настаивает на сокращении социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения. Между тем, до дефолта Греции осталось всего шесть дней. Сегодня днем в Брюсселе собирается Еврогруппа. Министры финансов стран зоны Евро будут решать вопрос о целесообразности разблокирования очередного транша финансовой помощи Греции, который нужен ей, чтобы покрыть все долги. Участники акции протеста против повышения тарифов на электроэнергию в Ереване третьи сутки блокируют центральный проспект армянской столицы. Расходиться демонстранты отказываются. Также отказываются встречаться с президентом Сарксианом. Сейчас на проспекте маршала Багромяна, где расположена резиденция президента, находится несколько тысяч человек. Полицейские силу не применяют. Между ними и протестующими создана буферная зона. Лучшие военные разведчики страны собрались под Новосибирском. Там стартовал всеармейский конкурс «Отличник войсковой разведки». Участие в нем принимают восемь подразделений различных военных округов, которые прошли отборочные соревнования. Чтобы выяснить, в каком регионе готовят лучших разведчиков, бойцам предстоит пройти несколько этапов. В их числе полоса препятствий, стрельба из различных видов оружия, вождение боевых машин и организация засады. Состязания продлятся до 28 июня. На полигоне под Самарой разведчики Центрального военного округа совершили почти 100-километровый марш-бросок по пересеченной местности. Это мировой рекорд. Вскоре бойцам придется помериться силами с иностранными коллегами на международных соревнованиях в Казахстане. Репортаж Андрея Волкова. 96 километров в полном обмундировании с оружием. По холмам, лесам, под колючей проволокой, по воде и под водой. И все это без единого привала. В конце изнуряющего пути стрельба по мишеням на точность. Попадать по мишеням несложно. Мы для этого тут и тренируемся. Каждый раз нарабатываем все это. И уже промах, соответственно, с каждым занятием все меньше и меньше. Таких почти 100-километровых марш-бросков еще не делал никто. Он официально признан мировым рекордом. Бойцы бригады спецназа Центрального военного округа совершили его не ради рекорда. Это часть подготовки к международным соревнованиям разведчиков «Золотая сова», которая проходит в Казахстане. Универсальные солдаты из двух десятков стран США, Великобритании, Белоруссии, Казахстана определяют, так чья же разведка самая сильная, ловкая, меткая и хитрая. В каждой команде 12 бойцов. Россию представляют разведчики из Самарской области. Они в числе главных прецедентов на победу. Кроме профессиональных конкурсов, впервые пройдет и тест на выживание в условиях степи и полупустыни. А климатизироваться на соревнованиях российским спецназовцам не придется. Синоптики обещают на полигоне под Карагандой жару до плюс сорока. И примерно такая же погода стоит в Среднем Поволжье уже две недели. Андрей Волков, Дмитрий Черкасов, Магомед Савидов, Александр Баженов. Вести. Самарская область. На Красной площади книжный парад. В центре столицы открывается масштабный фестиваль «Книги России». Они заняли почти всю территорию стен Кремля. Для удобства площадь поделили на тематические зоны. Свою продукцию представляют более трехсот издательств. Цены ниже, чем в магазинах. Каждый сможет найти что-то свое. От редких антикварных книг до современных электронных форматов. Вход на фестиваль свободный. Вести следят за событиями в России и за рубежом. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...